Турецкий язык. Урок номер один. Турецкий алфавит. Произношение согласных букв. В предыдущем уроке мы изучали, как произносятся турецкие гласные буквы. В этом уроке мы будем изучать, как произносятся турецкие согласные буквы. Начнем с тех букв, которые очень похожи на русские буквы. В предыдущем уроке мы изучили, что в турецком языке нет буквы Э, а есть буква более мягкая Э, и поэтому турецкие согласные буквы тоже произносятся мягче. Например, буквы Б, Ф, Г, К, Л, М, Н, П, Р, С, В, З. Эти буквы звучат более мягче, так как нет буквы Э, поэтому запомните, нет в турецком языке букв Б, Ф, Г, К, Л, М, Н, П, Р, С, В и З. Таких букв нету. Все эти буквы произносятся немного мягче. Теперь попробуем прочитать слова, в которых есть эти буквы, и обратите внимание на произношение, когда эти согласные звучат в сочетании с мягкими гласными, и также, когда они звучат в сочетании с твердыми гласными. Начнем. Продолжение следует... Сандык, Сефер, Вапур, Верги, Зиль, Зейтин. Ну, то есть, я думаю, здесь все понятно. Единственное, что вы должны запомнить, нету твердых произношений с буквой Э. Произносим более мягче. Переходим к следующим буквам. Буква Д. Такого звука в русском языке нет. Этот звук похож между Д и между Ж. Как нужно произносить этот звук? Для того, чтобы произнести этот звук, можно сделать вот такое упражнение. Давайте попробуем произнести букву Д и запомнить, куда мы касаемся языком. Языком мы касаемся в небо, вверх, очень близко с зубами. Д. А теперь попробуем произнести букву Ж. Когда же мы называем букву Ж, мы языком касаемся верха, но в задней части неба. Ж. Для того, чтобы произнести Д, вам нужно свой язык поставить между двумя этими местами. Между тогда, когда мы произносим букву Д и тогда, когда мы произносим букву Ж. Вот если вы в середину ударите языком и попробуете назвать букву Ж, у вас получится буква Д. Читаем слова с буквой Ж. Деваб, джекет, джам. Теперь, что касается буквы Ч. Буква Ч это русская буква С с хвостиком и читается она как буква Ч. Такой буквы даже нет в латинском алфавите. Может быть, есть в каких-то других языках, но в турецком эта буква есть. И она, эта буква у нас Ч. Читается она точно так же, как русская Ч. Попробуем почитать слова с этой буквой. Чанта, чичек, чекич. Дальше. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на букву Д и букву Т. Почему хотел бы обратить внимание? Потому что эти буквы похожи на русские буквы Д и Т, когда они произносятся с твердыми гласными. Например, слова Дамат, Дудак, Дорук, Тахта, Тып, Туткал. То есть, никакой разницы мы не видим, как в русском Д и Т точно так же мы их называем. А теперь посмотрим, что происходит, когда эти буквы сочетаются с мягкими гласными турецкими буквами. Они не смягчаются, так как смягчаются в русском языке. Нету в турецком букв Д или буквы Т, так же как Дя или Тя. Поэтому даже турки не могут говорить слово Дядя, они говорят Дядя. Не могут говорить как Дела, они говорят как Биля. Это потому что эти две буквы не смягчаются наравне так же, как они смягчаются в русском языке. Поэтому, когда вы будете использовать эти буквы с мягкими гласными турецкими, обратите на это внимание. Вам нужно сказать мягче, чем когда они используются с твердыми гласными, но тверже, чем когда мы используем в русском мягкие эти буквы. Например, слово Деве. Мы не говорим по-турецки Деве, то есть буквы Э у нас нету, но и не смягчаем как Деве. Мы произносим Деве. Видите, мы не говорим по-турецки ТЕЛЕФОН, то есть у нас нету буквы ТЕ, у нас есть ТЕЛЕФОН. Она мягче, чем ТЕЛЕФОН, но тверже, чем ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН, ТИ-ДЯРЕТ, ТЮП, ТЕЛЕФОН. Прошу вас внимательно на этот момент обратить внимание, если вы хотите избежать русского акцента. Теперь переходим к такой интересной букве, которая называется ЮМУШАК ГЕ. Дословный перевод это получается мягкая буква ГЕ. Такой буквы нет в русском языке. Эта буква похожа очень на украинскую букву ГЕ. Но украинская буква ГЕ звучит немного грубо. А турецкая буква звучит более мягко ГЕ. На самом деле во многих учебниках говорится, что эта буква не имеет никакого звука. Но я с этим не соглашусь. Она все-таки имеет звук. В современном турецком языке сейчас эта буква практически не имеет звука. Хотя все равно небольшой звук она имеет. Но если посмотреть в старо-турецком языке, или даже если проехать вглубь Турции, в селах, деревни, где еще старые люди разговаривают на старо-турецком языке, вы услышите, что они эту букву нормально произносят. То есть в словах Агач или Богаз они так говорят. Букву ГЕ называют. В современном же турецком языке, так как эта буква тяжело произносится, и, например, на телевидении или на радио, если произносить эту букву твердо, то микрофон дает такое трещание неприятное. И поэтому со временем в турецком языке эта буква просто потеряла практически свой звук. Но для того, чтобы вам было легче, мы пойдем путем, которым идут все. Объясняем, как используем эту букву. Если эта буква находится в конце слова, или перед согласной буквой, то она удлиняет впередистоящую твердую гласную букву. Например, ДА, ДО РУ, АЛА МАК, МАДУР. То есть, когда вы произносите как будто бы ДА, там стоят две буквы А. Вы говорите ДА. Или ДО РУ. То есть ДО РУ. Как будто бы там две О. А-ЛА-МАК. Как будто бы две А. А-А-ЛА-МАК. МА-ДУР. Опять же, как будто у нас стоит две буквы А. То есть она удлиняет эту букву. Если же эта буква находится между двумя твердыми классными буквами, то мы ее можем не произносить. Она практически не произносится. Она просто соединительная буква. И мы говорим, как будто бы ее нету. А-А-Ч. К-А-ЛА-Т. Б-О-А-З. С-О-У-К. То есть вот таким образом. Если же Юмушак Ге находится между двумя мягкими гласными буквами, или между мягкой гласной и согласной, то эта буква у нас слышится, как будто буква И краткая. Например, ДЕ-ИЛЬ. ДЕ-ИНЕК. Э-И-И-И-ЛЕ. Э-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И. В связи с тем, что я уже привык и я могу выговаривать эту букву, может быть, вам будет казаться, что я не совсем говорю букву И краткую. Но если вы будете слушать, когда турки разговаривают между собой, турецкую речь, когда они быстро говорят, вам во всех этих случаях будет казаться, что там есть буква И краткая. То есть, как будто говорят ДЕИЛЬ, ДЕЙНЕК, ЭЙРИ, ОИЛЕ, ЭЭШ, ДЮИМЕ. Вот такая у нас буква. Конечно, нужно будет попрактиковаться с этой буквой. И не всегда у всех получается ее выговаривать. Теперь буква ХЕ. Эта буква отличается от русской буквы ХЕ, потому что русскую букву ХЕ мы произносим очень твердо. Например, слова ХАРАКТЕР, ХРОМОЙ, ХОРОШО. У нас идет такое дребезжание во рту. Хрип, можно сказать. А в турецком же языке этого не происходит. В турецком языке буква ХЕ похожа на выдыхание голоса. Просто как будто мы выдыхаем. ХЕ, ХЕ, ХЕ. Дышим. И поэтому часто очень в турецких словах мы эту букву можем практически не слышать. Например, слово МЕРАБА. На самом деле там есть буква ХЕ. Но если мы будем называть ее как наша русская ХЕ, то получится слово МЕРХАБА. Но такого слова нет. Турки никогда не говорят МЕРХАБА. Они всегда говорят МЕРАБА. То есть практически ее там нет. Или АМАМ, АСТА, АХМЕД, АСТАНЕ, АУЧ. То есть я на самом деле называют эту букву. Но может казаться, что эти нет. Во многих словах, например, особенно в именах, турки говорят АХМЕД. МЕМЕД. МЕМЕД. На самом деле там есть МЕМЕД. Но они говорят МЕМЕД. Поэтому с этой буквой тоже нужно будет практиковаться, обращать на нее внимание. Иначе, когда вы говорите твердо букву МЕРХАБА, ХАМАМ, ХАСТА, АХМЕД, то это звучит очень грубо. И сразу понятно, что человек иностранец. Следующая буква это буква ЖЕ. Она очень похожа на нашу букву ЖЕ. Там, где слова с твердыми гласными, она звучит как ЖЕ, наша твердая. Там, где слова с мягкими гласными буквами, она звучит более нежнее, чем наша буква ЖЕ, ЖЕ. Эта буква пришла с французского языка. И она встречается исключительно в заинствованных словах, скорее всего, которые пришли с французского языка. Она никак не прижилась в турецком языке, эта буква. И на самом деле не так много слов вообще, где есть эта буква. Но прочитаем слова. Я думаю, даже по словам вы будете понимать, что они обозначают, так как эти слова очень похожи на слова, которые есть в русском, которые тоже, наверное, пришли из французского языка. Ну, я думаю, здесь все понятно. Буква ЩЕ. Эта буква заменяет сразу две русские буквы. В сочетании с твердыми гласными она произносится как русская буква ША. Например, ШАКА, ШАРКЫ, ШОК, ШИК, ШИМАРЫК, ШУРУП, ШУР. А в сочетании с мягкими гласными она произносится как русская буква ЩЕ. Например, ШЕКЕР, ШЕХИР, ШИЩЕ, ШИВЕ, ШОЛЕН, ШОХРЕТ, ШУКЮР, ШУПХЕ. Согласные буквы делятся на две группы. Это звонкие согласные и глухие согласные буквы. Для чего мы сейчас это изучаем? Потому что в дальнейшем эти знания нам пригодятся. Когда мы будем добавлять аффиксы к словам и заниматься словообразованием, это будет влиять на то, какой аффикс звонкий или глухой нужно соединять к слову, поэтому вы должны это знать. Звонкие согласные. БЕ, ДЕ, ДЕ, ГЕ, ГЕ, ЖЕ, ЛЕ, МЕ, НЕ, РЕ, ВЕ, Е, ЗЕ. И глухие согласные. Согласные, которые не звучат, у которых просто есть приглушенный шум. Это ФЕ, СЕ, ТЕ, ГЕ, ЧЕ, ШЕ, ГЕ и ПЕ. Ну, есть такое выражение ФИСТЫКЧИ ШАХАП, то есть продавец фисташек. Можно это выучить. И в этой фразе есть все глухие согласные. ФИСТЫКЧИ, человек, который продавец фисташки, ШАХАП, наверное, его так звали. ФИСТЫКЧИ ШАХАП. На этом мы закончили урок по изучению произношения согласных букв турецкого алфавита. Встретимся в следующем уроке. Спасибо за внимание. ФИСТЫКЧИ, ЗАГАП.